Сегодня Елена с сынишкой вместе пришли к врачу, чтобы взять справку к школе. Но ведь справку не вместишь в себе переживания и тревоги. Еще бы, первый класс случается лишь однажды, и важно, какими будут первые шаги маленького человека на этом новом пути. Важен и настрой самих родителей, ведь все чувства и эмоции ребенок впитывает как губка. Конечно, это определенное волнение, потому что первый класс, не знаем что и как, но стараемся готовиться заранее. Мы прошли всех врачей, ну и, естественно, смотрим за здоровьем, покупаем специальные портфели ортопедические, форму хорошую школьную, чтобы ребенку было комфортно и удобно. Готовим морально, что надо будет раньше вставать, будет кушать в школе, то, что определенное время там дается. Он пойдет в продленку у нас тоже, чтобы он все понимал и знал, что там надо будет и спать, и кушать, и уроки делать. Слава Богу, как бы школа хорошая. Если ребенку говорить, что в школе плохо и тяжело, он будет думать, что там плохо и тяжело. А когда ребенку говорит, что там классно, что там новые друзья, то, конечно, он будет готов к этому и пойдет с радостью, с удовольствием. Родители изрядно постарались, чтобы выбрать лучшие канцелярские принадлежности, качественную и красивую школьную форму, удобный вместительный портфель. Такая забота о своем без пяти минут школьнике, безусловно, важна, но касается исключительно материальной стороны. Как же правильно подготовить первоклассника к учебному процессу, чтобы сохранить его психику и избежать возможных проблем со здоровьем? Ведь резкий переход от отдыха к учебе грозит возможным стрессом, и даже старшеклассники не застрахованы от его последствий. Прежде всего, конечно, для того, чтобы ребенок пошел в школу, он должен получить медицинское заключение у своего участкового врача-педиатра. И я думаю, что все родители заранее позаботились об этом. И справка так называемой формы номер один, она уже была предоставлена на учреждение образования, в котором будет учиться ребенок. Для того, чтобы создать более комфортные условия для ребенка, значит, мы должны говорить с родителями и обязательно в момент посещения участкового педиатра о том, что дети должны иметь свое отдельное рабочее место, должно быть достаточное освещение этого рабочего места. Если говорить именно про детей первых классов, то мы понимаем, что они, конечно, не ходят с рюкзаками, но если уж брать рюкзак или ранец, значит, они должны иметь какую-то ортопедическую спинку, должны быть укреплены, и, в общем, это способствует формированию правильной осанки у детей. Важно еще устроить родителям такой праздник. Первое сентября, первый, в общем-то, посещение, первый приход в школу, линейку, и как-то все это окутать атмосферой доброжелательности, радости и удовольствия. И тогда ребенок получит знакомство со школой в очень позитивном состоянии. И тогда настройка на всю школу, в общем-то, дальнейшую школьную жизнь будет положительная. Невозможно учесть абсолютно все нюансы, ведь каждый ребенок индивидуален и уже маленькая личность. Важно помнить, что счастье и поддержка родителей, как в зеркале, отражаются в глазах юного школьника. А лучший настрой на учебный процесс – это теплое объятие и добрая улыбка. Найти новых друзей. А еще? Смотри на меня. И чтобы получать хорошие оценки. Я вот бы еще немного отдохнул, наверное, а потом уже пошел в школу, потому что я бы хотел встретиться с друзьями, скорее всего, быстрее бы. Я очень хочу пойти в школу, писать, рисовать, учиться. У меня появятся новые друзья. КОНЕЦ Продолжение следует...